10 лет были в сборной команде Советского Союза. С 1976 года по 1976 год я занималась фехтованием. Почему фехтованием? Потому что по тому времени больших выборов вида спорта не было. Пришел в школу тренер по фехтованию и записал нас в группу. И вот с тех пор я занималась этим видом спорта. А то еще вам нравится фехтование? Ну вообще, конечно. А другой вид спорта не любите ли попробовать? Ну, я по тому времени и сейчас себя считаю всесторонним развитым человеком, который владеет практически всеми видами спорта. Поэтому и в данный момент занимаюсь просто оздоровительной физической культурой. А по идее, когда я пришла в группу к Владимиру Васильевичу, он сказал мне, что, может быть, меня он отправит на баскетбол, потому что все навыки были, ну, в общем, баскетболистки. Вот. И, ну, мое желание было остаться на фехтовании. Вот так я и осталась в этом виде спорта. Вы, получается, чемпионка мира? Вы знаете, для того, чтобы быть олимпийской чемпионкой, кем я являюсь в данный момент, нужно пройти и все ранги, и показать все результаты. Я являюсь неоднократной чемпионкой Европы, чемпионкой мира, вот, обладательницей кубка самой лучшей фехтовающейся мира 73-го года. В год проходили очень много соревнований. Вот, ну, самое такое существенное соревнование для меня, для того, чтобы попасть в сборную команду России по тому времени, нужно выиграть какие-то чемпионат Союза, допустим, нужно выиграть. Нужно выиграть обязательно чемпионат мира. Вот. В 70-м году я выиграла чемпионат мира среди юношей, в 73-м году я выиграла чемпионат мира среди взрослых. Вот так я попала в сборную команду Советского Союза. И в 76-м году поехали мы на Олимпиаду. От Казани нас поехало сразу три человека. Это ученица одного тренера, Житлова, Владимира Васильевича. Вот. И в 76-м году мы с триумфом выиграли эту Олимпиаду и приехали вот с высоким званием чемпиона Олимпийских игр. А вот что нужно делать, чтобы добиться такого успеха? Я думаю, что нужно, ну, наверное, трудиться, трудиться, потому что без труда, в общем-то, ничего и не бывает. А это... Потом надо проявлять очень большое упорство. А самое главное, основная задача, когда мы имеем вот такие вот результаты, это тренерский опыт, который вот нам давал тренер. Без тренера, в общем-то, сами понимаете, что ничего не будет. Вот Леонид Васильевич был очень корректным человеком. Он был очень опытным тренером, прекрасным психологом. Вот. Владел тоже всеми видами спорта, которые вот он практически нам прививал. Вот. Если даже в моем сейчас вот возрасте я умею играть и в футбол, и в бильярд, и настольный теннис. В общем-то, владеем всеми видами спорта. Почему? Потому что мы эти виды спорта нас подводили к Олимпийским играм. Они были как бы сопутствующие помимо фехтования. Вот. Для нас по тому времени это называлось общая физическая подготовка. Ну, развитие координации, силы, силы воли, мужества. То, что необходимо как раз вот в фехтовальном спорте. Я мастер спорта международного класса по фехтованию. Сама тоже из Казани. Тренировалась у Владимира Васильевича Житлова. И меня по тем временам называли четвертой после трех олимпийских чемпионов. Они мне очень сильно помогали. Передавали мне свой опыт большой. Владимир Васильевич со мной занимался. Он педагог. Великий педагог, я бы сказала. Ну, вот так. Я стала чемпионкой мира. Бронзовым призером чемпионата мира. Неоднократный чемпион Европы. Вот это то, что я могу немножко рассказать о себе. Тебе было бы без такого успеха? Ну, конечно. Надо же много работать. Слушать тренера во всем. Ни в чем не перечить ему. Только слушать. И много тренироваться. Это большой труд. Вот от имени олимпийцев Татарстана, от Российского союза спортсменов и союза ветеранов спорта республики Татарстан, мы хотим подарить главе Дмитрию Алексеевичу вот такую вот футболочку. Потому что все же нас объединяет и спорт еще, и чтобы вот эта футболочка его согревала и вот всегда помнила о нас. Огромное спасибо. Обязательно передадим. И мы рады приветствовать столь почетных гостей в нашем городе. Дмитрий Алексеевич, Дарий, Курков, Транок, достаточно хорошие. Как они помогают ветеранам спорта. Ну, знаете, если где-то нужно, тогда будет помощь. И все, да, в музей ветеранов спорта. Вот с такой целью. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok